Добрый день всем еще раз! 12 поинтов, они уже на 2 очка оторвались от своих ближайших преследователей, от коллектива Rave и от коллектива Invasion. Ну и теперь надо как-то себя обезопасить, выигрывать и вторую катку, потому что сразу за ними будут играть Rave, потом будут играть Invasion. Signature Trust играет у нас против Rave, а Invasion будет опять же сражаться с 5Eva. 5Eva сегодня, я думаю, по лицу наполучают от всех и по многу. Но хотя у 5Eva имеется в пике Enigma. Уже понятно за кого-то пить. Давайте сразу по персонажам пробежимся. У MVP Phoenix Naga, Bristol Back, Storm Spirit и Квапа отправились в бан. Со стороны 5Eva в бан уходит роль Warlord, Axe, Traxa и Sniper. По пику, Винга и Enigma для 5Eva и Бэтрайдер, Чен, Вичдоктор для команды MVP Phoenix. Ну, собственно, Чен и Вичдоктор. Бэтрайдер это понятное дело, чипенец постоянно на оффлейне стоит, а наличие Чена говорит нам о возможности раннего пуша. Enigma, конечно, тоже полезная вещь, но эта вещь полезна, когда за Black Hole можно сносить пятерых. Пока что никакой комбинации под Black Hole не вижу. Ну, опять же, еще 3 пика. Чего раньше времени выдумывать? Ну, я думаю, здесь появится Скайросмаг. Так, хотя вроде бы и 2 саппорта, конечно, есть. Enigma можно отправить всегда в сложную. Взять Скайросмага под Black Hole лишним не будет. Ну, а можно Enigma отправить в лес и на сложную взять какого-то серьезного дамажащего парня типа Магнуса. Опять же, собирать под реверс полярити, ребят, или... Ну, вообще, или после Black Hole провязать реверс полярити, это было бы не лишним. Ну, в итоге Вин Рейнджер появляется для Five Ever. Да, как-то иначе ребята ведут доту, нежели я. Поэтому я здесь, а они играют в азиатском дивизионе и борются за какие-то серьезные денежки. Ну, на данном этапе по 3 команды... По 3 игрока, точнее, забрали MVP Феникса Five Ever. И четвертым для Фениксов отходит Ember Spirit. Ember Spirit наверняка пойдет в мид, Бэтрайдер у нас уйдет в сложную, Чен в лесу, ведь Доктор на легкой линии будет фармить с каким-нибудь серьезным керри. Или, опять же, можно добрать мидера. Сейчас глянем на бан Five Ever, я им больше доверяю, чем своему доту чутью. И посмотрим, кого они забанят, как они видят дальнейшее развитие событий. Четвертый персонаж для Five Ever. Верка, пожалуй, отправится у нас в сложную. Ну, нет мидера. Нет мидера, нет мейнкеррия. Полминуты у Five Ever остается. Много думали в начале, теперь, в общем-то, ограничены по времени. Что там, кстати, по прошлой игре? Антимаг. Ситуация повторяется, но ситуация повторяется наоборот. В прошлой игре у нас Кфеня отыгрывал на антимаге, и там раздавал плотнейших люлей. Правда, немножечко подфидонил в конце, но все это... Все это оказалось бесполезно для команды Five Ever, потому что MVP Phoenix перефармили нереально. Круто, там Кио в золоте купался на Death Profit. Антимаг тоже первый был по фарму. Ну и Войт, который был в пике у Five Ever, не выстрелил. Просто-напросто нечем было разбирать баншу. Последний бан от MVP Phoenix. Минута еще есть на размышления. Тайдхантер. Тайда забанили. Куда же тогда MVP Phoenix подумали отправиться у нас в ЭРК? Это в ЭРК не на сложную, или куда вообще в ЭРК может тогда идти? Я думаю, в ЭРКе самое время на сложную. Можно подумать о мидере. Хотя в ЭР стоит мид превосходно вообще. Возможно, именно для Чибикса у нас Винрэнджеры появились в пике. Команды Five Ever. Ждем последний, пятый бан. Либо это мейнкерри, либо это мидер. Как Five Ever видит игру MVP Phoenix? Что они там себе думают? Пять секунд на бан. Ну, все, что можно было потратить по времени, уже потратили. СФ обанят. Не верят, что Эмбер Спирит пойдет в мид. Странно, я бы усомнился в этом решении. Лейкан для MVP Phoenix. И теперь я вообще ничего не понимаю. 30 секунд на пик. Хорошо, что Five Ever так долго думали раньше. Теперь не так мучительный. Минута ожидания последнего пика. ВРК это сложно или ВРК это... Ну, MVP Phoenix думает, что ВРК это мид. Но если сложно, тогда почему бы не взять Магнуса в сложную? Под Энигму самое оно. Можно взять того же Тренд Протектора. Тоже, по-моему, великолепно под Энигму. Ну, ждем, ждем, ждем. В любом случае, какой-то крутой ульт будет у него. Скайросмаг. Что такое? Зачем? Кому это все? Ладно, будем смотреть. ВРК, Скайросмаг, Энигма, Венжи Фулл Спирит и Антимаг. Ну, если Сэмми Керри разве что назвать. Вендрэнджер. Чибикс на Антимаге. Что-то Five Ever придумали нереальное. Венжи Фулл Спирит. Энигма. Вендрэнджер. Антимаг. Миракл на Скайросмаге. Кьюо у нас. Найбер Спирит и отправляется в мид. Ликан будет фармить легкую. На нем Фене будет отыгрывать. Варнатс на Чене. Марш на Бэтрайдере. И... Кто же ты, пятый неизвестный игрок? Фиби, да. Фиби у нас будет отыгрывать на... Вичдокторе. Ладно, все. Переходим непосредственно к матчу. Ну, Five Ever меня как минимум заинтриговали. Не сказать, что прям удивили и обрадовали, но заинтриговали это точно. Антимаг в пике есть, план Б есть. Доживут ли Five Ever до плана Б, мы увидим. Здесь есть Ликан, который пушит как дурной. Здесь есть Чен, который пушит точно так же. Со своими всеми крипами. С Хаулем от Ликана. С Некрами, которые на Ликане будут появляться. И все это приправленное ультой Чена. Короче говоря, пуш не хочу. И опять же, какая азиатская дота без паузы в начале. Ну, как-то коротко, коротко и ясно решили команды вопрос с паузами. Вчетвером Five Ever отправляются в свой лес. И на Служину отправляется Миракл на Энигме. Вардить или там и остаться. 625 по золоту на руках. Ничего Миракл не покупает. Но если в Служину отправили у нас Энигму, то возможно на банку и копит. На Слуринг уже бы закупился. Да, Миракл пока что здесь в соло. Увидели Натса. Натс тоже здесь полезными вещами занимается. Завардил Лайн. Есть ли возможность девардить? Нет возможности девардить? По-моему, нет. Ну что, антимаг на миде. Я правильно все понимаю. Против Эмбер Спирита на миде стоит антимаг. Ну так это вообще кровавое месиво. Мы с вами серьезную доту сейчас будем смотреть. Энигма отправляется в Служную Соло. Здесь у нас фармящая Винрейнджер. Вы прекрасно видите по итем билду. Два саппорта. Отвод, стан, стан отвод. И на миде фармит антимаг. Нет, 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 нет. Близко, но нет. Все-таки антимаг фармит. У нас внизу Чибикса отправляют в легкую линию. Ну, номинально, конечно, Чибикс мидер. Поэтому и сомнения у меня закрались. Ну, Миракл отправляется в Служную. До банки остается совсем немножко. Там накапает сейчас. Против него будет стоять Кьюо. Поняли, что Кьюо отправится фармить в легкую. Ну, видите, да? Номинальные мидеры отправляются фармить легкий лайн. С обеих сторон. И все это относительно понятно. Как у нас ЕСЕРА отстоит против ФЕНИ, от этого, в общем-то, будет зависеть возможность раннего пуша от МВП. А у них стратегия под это точно заточена. Тут Эмбер Спирит, конечно, план Б, но это такой дальний план, что я бы даже ждать не стал. Все зависит, разумеется, от товаров. Ну, и напрямую зависит, вообще, благосостояние Кьюо от снесенных товаров на ранних этапах. Для этого все, в принципе, есть. Есть Чен, есть Волки от Лейкана. Глянем. Где-то, я думаю, минута шестая-седьмая. Команда МВП пойдет в пуш и посмотрим, как вообще это все контрится. Ну, такого серьезного от пуша вообще не вижу на УВРке, разве что пауэршот. Ну, против огромной пачки крипов Чена пауэршот это бесполезность. Ну, и Миракл какого-нибудь одного крипа у нас конвертирует в Эйдалонов. К большому счету дефать нечем. Хотя Меднайт Пульс, да, Меднайт Пульс. Пока Меднайт Пульс у нас одного Кентавра сожрет. Кентавр со своими друзьями минимум один Тауэр забирает. Марш пошел красть чужих крипов. Классическая схема. Бэтрайдер уходится сложно и тырит фарму саппортов, которые так очень сильно страдают. По золоту. Марш уже решил пободаться с Виндрэнджер. Надо привязывать. Ну, где Шейкл? Есть ли вообще Шейкл? Нет, Шейкла нет. Только пауэршот и Виндран. Ну, развалили. Бэтрайдер, как он здесь оказался? Куда вообще он себе думал пройтись? Это действительно вопрос. Зачем Бэтрайдер оказался в миде? Зачем Бэтрайдер на лоу ХП спустился с хайграунда на лоу граунд и пошел через Тауэр? Я не понимаю, но, наверное, не очень это понимает и команда МВП. Да и сам Бэтрайдер призадумается, пускай на досуге. У Антимага пока по фарму все великолепно. 16 на 9. Кьюо на топе у нас стоит 14 на 5. На миде Виндранжер 15 на 1. Против нее Лекан 14 на 4. Пошли у нас знать Лекана. Будут ли забирать? Попытка в любом случае состоялась. Кфеню очень сильно просел, но живой. Слайна не уходит. Тут много чего зависит от полученного экспириенса и, разумеется, денег. Ну все. Обузит банку. Слайна можно не уходить. ВР-ка относительно недоступна. Здесь для Лекана, для тех же Волков, в принципе, через Виндран можно смело и выйдить любой дэмэдж. И опять же, дэмэдж исключительно с руки у нас от Лекана. Все физухой дамажит. И самые собаки, которых он отправляет на Виндранжер. Поэтому, если выйти на ВР-ку соло, это абсолютная бесполезность. Заманивает ВР-ка под свой Тауэр. Там дальше Шейкл с собственным Волком. И стой, смотри, как тебя разносит Тауэр. Миракл. Где-то, где-то, где же твои деньги, Миракл? Тапок прилетает к Мираклу. Имеется базилка. Есть еще немножко танго на подсейв. На мидик. Феник. Кстати, можно попытаться зацепить. Скайросмак. Один раз плюнул. Второй раз плюнул. Сайвенс пошел. Повершот в спину. Ну, по-моему, не попали. Повершотом или попал, но не сильно. У нас мидер команды Файфэва. В любом случае, сильно побит Эликан уходит. Хилиться под Фонтан. Миракл на топе. Миракл 10 на 4. Левел получает. Это главное. Чибикс на легкой. Ринг оф Хеллс уже приобретает. Есть тапок. По фарму 27 на 13. Ровненько. Все очень ровненько. Между Эмбер Спиритом и Антимагом. Абсолютное равноправие по фарму. Хотя немного здесь даже, кстати, Антимаг впереди. На удивление. Но это где-то 100 по голде. Это просто разница по крипам. Ну что, Кио зацепили здесь. Пытаются его поймать. Но тут опять же Фиби. Крутой подсейв. Во-первых, Хилл. Еще и Каски. Кио не уходит отсюда. Зачем ты развернулся? Что случилось? То ли это был мисклик. То ли это просто был затуп дичайший от Кио. Развернулся на полшага назад. Два удара от Мираклеп и от Винги получил. Рассыпался. Для чего по такой глупости умирать у нас в Мейн Керри? Я, честно говоря, не очень понимаю. Просто кликни куда-нибудь сюда. И пусть бежит себе. Эмбер Спирит в жизни не развернется. Ну, прокликивал. Видимо, что-то нарочинил там. 600 на руках у ВРки. Ну и Боттл уже летает обузиться. Это, собственно, 600 просто в плюс. Встреча у нас на руне. Чибикс начинает с Хфени бодаться. Как я понимаю, Антимаг забирает баунти руну. Возможно, даже будет гнать у нас Лекана. У Лекана есть ульт. Не заставляет Антимаг его ульт проюзать. Ну, оно и не лишено смысла. Антимагу надо фармить. Надо быстрее возвращаться на свою линию. Миракл все еще терпит на сложной. Без смертей. Зато с одним убийством. У Миракла все хорошо. Левел практически шестой. Появится Хроносфера. Хроносфера. Конечно же, появится Блэк Холл. Тогда будет разговор уже серьезный с командой МВП. Чен пока не выходил. Седьмая минута у нас есть. Ну, одиночные выходы какие-то на мид. Но, опять же, это все просто подставляется под пауэршот от ВРки. Дает ей фарм. Дает ей экспириенс. Думаю, не на мид надо выходить. Надо выходить на какой-нибудь другой лайн поинтереснее. Чибикс отсюда бежит. Под ультой у нас Фенни. Съедают здесь очень быстро Скайра с магом. Антимаг упрыгивает под свой тавер. 2-1. Извиняюсь. Нашли чем ответить МВП. Забрали. Забрали саппорта. Но, опять же, это лучше, чем ничего. Уже появляется фейсбутс у нас у ВРки. И умирает курьер команды Дайер. Куда ты, бедняга, пошел? Где он? Бедный секси варнац. Развалился во вражеском лесу. Я, честно говоря, даже не понял, кто там кого убил. Может быть, просто крипы, которых водили, заковыряли у нас курьера. Ладно, это уже не имеет отношения к делу. Кьюо врывается у нас на Скайра с мага. Сильно через флеймгвард у нас нарезает. Фистов нет. Ну, здесь, опять же, каски полетели. Скайра с маг рассыпался. Просто неприкасаемо у нас. Сейчас Эмбер Спирит на 3 флеймгвард. Невозможно подойти к тому же Скайра с магу. Эмбер зарабатывает еще и деньги за Тауэр. 1200 на руках у Кьюо. Можно уже подумать о раннем Баттлфьюре. Забить на все барабаны, на всю эту историю. Да, проседаешь по ХП, но с нормальным количеством дэмэджа через фисты можно на ранних левелах неплохо дамажить. А там пусть танкуют крипы Чена. У Чена 5 с половиной левел. Что там у Чибикса? 1200 на руках после рингов Хеллс. Так, по Нетворсу вообще. На первом месте у нас Чибикс. Делят его вместе с ВРК. Ну и на третьем у нас Кьюо. У Кьюо все-таки выход в барабаны будет. 530 на руках. Брасер появляется, готовится собирать барабаны. Но надо окомплектоваться в ХП, потому что антимаг может развалить без вопросов у нас Эмбер Спирита. Это не проблема на ранних левелах. Тем более, опять же, серьезно дамажащая комбинация. Тот же Скайросмаг Мистик Флеер под ноги, точнее, бросит Эмбер Спириту. Там проблемы могут появиться. У Кфени тем временем появляется Владмир. Рецепт уже готов. Уже скоро мы увидим, как сыпется у нас Рошан. Пойдет ли без медальона? Это, конечно, вопрос. Волки четвертый, Хауль есть, опять же, ульта есть, есть, пассивка всего по скилам достаточно. Скайросмаг рассыпается от Эмбер Спирита. Одну секундочку, там вопросы по чату решили. Все. Пошла погоня у нас за Кио. Имеется возможность убежать через Ремнат. Ну, Кио уходит, собственно, на заранее сделанный Ремнат. Но здесь Чибикс ловит у нас Кио. Можно бежать. Можно бежать. Недалеко Ремнат. Никуда у нас Кио не отправится. Ульта пошла от Чибикса. Рассыпался Эмбер Спирита. В щепке вообще. Но теперь по фарму Антимаг гораздо лучше себя чувствует. 4300 на руках общий Нетворс у нас у Кио. И 5300 у Антимага. Перефарм Коргероя на 1000 на 10 минуте, по-моему, предостаточно. 2500 на руках у Чибикса. Где-то совсем-совсем близко у нас Баттл Фьюри на Антимаге. И у МВП появятся проблемы. Дальше Кентаврами, Сатирами и прочей ерундой. И просто так не отделаться. Это просто фарм для Антимага. После появления Владмера, он, скорее всего, будет появляться по такой игре, Чибикс просто будет фармить у нас всех крипов Чена. Снесли Т1 на топ-лейне игроки 5-фэва и тут уже подпушили по Т2 МВП. Что у Чена? Шестой левел есть. До Мекки. Ну, достаточно еще времени до Мекки. И времени, и... Вообще, золото всего-всего на свете. У Венги появляется урна. Удивительно даже. Но Венга у нас всего один раз умирала. На 12-й минуте появляется урна в Шадоус. Можно драться теперь поуверенней. У Скайрос Мага, в общем-то, стандартный набор. Бутс оф Спид. Потом Арканы появятся или что-нибудь наподобие. И 2-0 Талисмана. Маны на все хватает. Фарм можно не забирать. Почему бы нет? Ну, Энигма. Медальон собрал уже Миракл. И базилка ПТ. Восьмой левел есть у Энигмы. Блэкхоллов пока не видели. Ждем. Тут уже как раз, кстати, выход на мидлейн. От команды МВП. Или вниз. Вниз, скорее всего. Да, зацепили у нас Виндрэнджер. Утаскивает ее на хайграунд. Здесь стоит Дезвард. Притормозил у нас антимаг немножко Фиби. В итоге ВРК выживает. Ну и что? Ничего не случилось. Все живы. Все живы, все довольны. ВРК надо сейвить. Миракл близко. Есть Блэкхолл. Втроем здесь рядом. Миднайт пульс под ноги. Блэкхолл. Все, закончили играть. Натс рассыпается. В итоге ВРК живая. Правда, Скайросмак у нас погиб. Миракл продолжает гнать Бэтрайдера. Бэтрайдер без маны вообще. Не улететь отсюда. Миднайт пульсом выжигают. Ну, скорее всего, здесь Бэтрайдера развалят. Шейкл привязывает к дереву. Миракл не зря пришел. Блэкхолл заработал. Плюс один фраг. Кьюа. По-моему, Кьюа на собственную смерть пришел. Блэкхолл есть. Просто Фиби подойди. Каски полетели у нас в Миракла. Волки здесь. Ну, не юзай. Это самая печальная вообще драка в мире, когда Энигма ходит и старается заюзать Блэкхолла. По факту умирает с готовым Блэкхоллом у себя в скиллбилде. Как так драться? Печаль вообще полнейшая. Энигма там рыдает, наверное, в таверне. Точно так же. У меня, ну, горит серьезно по этому поводу. 6-7 в счет в итоге. Не дождались Блэкхолла. Дождались двух смертей со стороны Файфэйва. И потеряли Корги Роя, где антимаг умудрился слиться. Да, это все здесь. Пришел к Фене, забрал антимага. Все-таки после медальона решил отправиться у нас к Фене на Рошана. Да, это не лишено смысла. Потому что долго роковать на Рошане никто не позволит. Привязка привязали Виндрэнджер. Кио продолжает гнать. Ну все, забрали. В итоге Рошана просто уходит. Забери же крипа. Чен. Кентавр здесь на верную смерть стоит. Хотя кто вообще к нему будет подходить? Рошан уже упал. Ладно, пора, я думаю, и по графикам. Глянуть, а по графикам нечего смотреть вообще. Все очень ровно. Фактически в ноль играют команды. По экспириенсу одна тысяча в пользу MVP. И то это упавший Рошан у нас. Кио привязывает у нас ВР-ку. Виндран и бежать отсюда. У Миракла теперь есть БКБ. Просто проюзай его. Миракл. Малифейс в Кио. Надо юзать. Не юзает у нас Блэкхолл по-прежнему. Миракл ждет. Все ждет. Каски сейчас откатятся. Нет смысла юзать вообще у нас БКБ. Блэкхолл теперь. Еще одна смерть от Энигмы без ульта. Под собственным тавером. Куча героев. Дерись не хочу. Нет. Миракл что-то ждет. Что-то смотрит. Ну, тут какая-то нездоровая ерунда совершенно происходит. 7-11 счет. Полторы тысячи MVP в этом файте заработались. Скорее всего, Т2 снесут здесь. И еще и отправятся на нижний лайн. Тут крипы. Нет, лайн пушится. Здесь лайн тоже пушится. Надо идти сейвить свои Т2. Значит, забрали тавр и ушли. Т2 падает. Связали к фене вместе с кентавром. Ну, просто постоять. Дальнейших действий никаких. Чибикс. После Баттлфьюри уже заработал 1600. У... Так, у Кьюо что-то интересного. Даггер появляется у Кьюо. Барабаны. Фейзы. Даггер. Кьюо супермобильный и практически не дамажащий. Лекан. 2-300 после Владнера. Я думаю, не лишено будет смысла ворваться, пойти в какие-нибудь некрономиконы. Готовится у нас драка во вражеском лесу. Зацепили здесь наца. Наца очень быстро развалили. И весь зоопарк наца тоже, скорее всего, развалит. Я же говорю, это просто корм для Чибикса. Падает кентавр. Наглый, конечно. У нас скайросмаг за это и заплатит. Надо был тебе этот кентавр? Наверное, нет. Хауль провязали. Да. Скайросмага очень быстро разнесли. Волки гонят Вингу. Винга под медальоном. И, опять же, волки не сами. Тут куча волков и один из них фене. Врываются также в Меркля. Теп-аут, наверное, не сделает. Нет, не делает теп-аут. Келлинг спри от Кьюо. 3 в 0. МВП просто отдались на ровном месте. Убили Чена. Не смогли отойти. Как-то не позволило им гордость отойти без зоопарка. 4 в 0. По-моему, я правильно понял. 4 в 0 подрались. Роскошно. Так можно драться. 5-эво. Только-только. Забрали Чена. Сделали удачную вылазку во вражеский лес. Решили сразу же все преимущество отдать. 1700 по золоту заработано. 920 потеряно от 5-эво. По графикам тут где-то за пятерку, наверное, шагнет все. По экспириенсу уже более 5000. В пользу команды. MVP. Напомню еще раз. Это игра 2-я в серии Best of 2. Первую игру выиграли MVP. Они пока на первом месте в своей турнирной таблице. У них преимущество в 2 поинта от ближайших преследователей. От команды Rafe и от команды Invasion, которые будут играть следующими. Вот поэтому MVP Кровь из носу нужна победа. И вообще все дальнейшие победы. Чтобы выходить с первого места, разумеется. Хотят выйти со второго. Там опять же ситуация скользкая. Проиграет 2 катки здесь 5-эво. Ой, 5-эво. MVP точнее. И непонятно. Rafe и Invasion смело могли бы свои игры забирать. И отправлять прямо на третье место MVP Phoenix. Но пока что дела более-менее безопасны у них. Максимум, что может быть, это при поражении здесь будут переигровки от MVP. Ну, развалили Skyros Maga очень-очень быстро. Втроем выбрались у нас на Skyros Maga. Многовато, конечно, для такого героя. Но, в принципе, вместе побыстрее заковыряли. У Чена появляется Мека. Вообще, по артефактам как-то мы забыли историю. У Кфени имеется уже первый некран, а второй рецепт... Ну, деньги на него имеются. Рецепт просто не куплен. У Бэтрайдера после Даггера пока ничего. Форстафа еще нет. У Маршадила не лучшим образом идут. 2-3 всего счет. ВД. Со стороны команды MVP. Войд Стоун собрал 1000 на руках. Я думаю, это выход в ЮУ. Чена видели. Эмбер Спирит. Да. 1800 на руках после Даггера у Кио. Ну, пошли в пуш. Пошли в пуш. Драки какие-то врывные. Сбивать все, что необходимо Энигме. Блэкхоллы и прочее, прочее, прочее. И сносить тавера. Простая схема. Уже нет внешних таверов у команды 5-5. 19 минут. Ни одного внешнего тавера. Сами 5-5 только на миде забрали. Т1. И на топе тот же Т1. Лайн подпушен вплоть до хайграунда 5-5. Марш. Где-то там кого-то разобрал. Это Энигма. Миракуэль опять умирает. Умирает во вражеском лесу. И своего его выдворили. Он отправился фармить вражеский лес. И, конечно, печально все это смотрится. Неплохо отстоял свой Лайн. 2 кила. 2-0 шел у нас Энигма. Теперь 2-4. По ассистам дела не растут. По убийствам тем более. По графикам 6000 мвп. По золоту. По экспириенсу та же история 6000. В антимагу уже собранный манта стайл. Надо только принести себе рецепт. Все, в принципе, уже готово. Зацепили у нас Скаря Смага. Мембер Спирит забирает еще один фраг. 7-2. Что хотят сделать из Кюо? Просто машину для убийства? Или я не понимаю? Тут Кюо изначально у нас не шел в фарм. Не шел в какой-то убер-демедж. Он просто... Просто был мультимобильным. И более-менее выживающим. И из него просто делают какую-то звезду. Самостоятельно своими руками игроки Файфева. К Фене у нас под Шейклом. Но Шейкл недолго продействовал. Виндрэнджер на лоу хп под медальоном. Бегут все за ней. Но ВРки отсюда не убежать. Забрали ВРку. И все, в принципе. Улетает отсюда Винга. Винге надо бежать. Винге просто нет маны на ТП-аут. Крип все палит. Стоит у нас Винга. Нет Вижена. Неужели нет? Вижен все-таки появился. Чен забирает у нас Вингу. Кфенин начинает догонять антимага. Это печальная статистика для Файфева. Антимаг, который идет наравне с Ликантропом. Это провал. Потому что у антимага демедж только его. А у Ликантропа демедж его волков. Демедж тех же Некров третьих. Которые уже прилетели у нас к Ликану. Появляется Мека у Эникмы. Мека не позволяет. Несмотря ни на что. Кастовать Блэкхолл. Мека не дает возможности. Не умирать во вражеском лесу. В соло против четверых. Меркель по-моему немножко не тем занимается. Тут бы наверное Даггер повменяемый был. Ну не боятся ничего игроки команды Файфева. Втроем во вражеском лесу. Чибикс вообще на... На топ лейне. Ковыряет Тауэр. Манта стайл есть. Если что можно будет. Все что надо заивейдить. Ну и Кио прилетает на топ. 4 тысячи на руках. Пока ничего на демедж не покупает. В любом случае Эмбер Спирит рано или поздно выйдет у нас в демедж. И будет сносить ту же ВР-ку. Ту же Вингу. Того же Энигму со Скайра с магом. Тут Кио очень быстро будет разбираться с саппортами. Чибикс кстати подошел у нас. Спугнул Кио аж на нижний лайн. Что-то как-то по ремнантам немножко прогадал Эмбер Спирит. Далеко куда-то на Чукотку улетел. 4200 у него на руках. Антимаг сносит у нас Тавар на топе. Будут за него драться. Блинкаут от Чибикса. Иллюзии оставил. Иллюзии начинают бить Квене. Каски ну иллюзии сносят. Никуда Чибикс не уходит. Ему здесь комфортно. Ему надо собирать Владмир и вообще никого не замечать. Разбираться с волками. Разбираться с крипами Чена со всеми на свете. Чен тоже в принципе свое дело сделал. Отправился в лес фармить на Аганим. Миракла 890... 870 точнее по золоту после Мекки. Верки есть даггер 3500 на руках. Вер неплохо отстояла мид. 9000 общей нетворцы на 23 минуте. Ну понятное дело что уступать Кио и антимагу это не так-то страшно. Недалеко опять же Римнат. Можно драться. Вер продолжает у нас гонять Кио. Ну здесь опять же ульта Чена сильно не надомашишь. Верка конечно не сливает у нас соло Кио. Это даже было бы удивительно если бы так получилось. Но Вин Рейнджер нужен дэмэдж дополнительно. Я думаю здесь Мейл Стром не лишним будет. Очень быстро Фиби разорвали. Зачем ты гуляешь по вражескому лесу? Ну, матч врывается у нас на ВРку. Власо поймали. Файрфлай под ВР. Бежит. Живет ВРка у нас. Пошли гнать Мирекла. Без маны. Без вообще какой-то возможности помочь своей команде. Мирекла загнобили. Сделали бесполезным, ущербным, убогим. Жутко конечно. Развалили в это время ВРку. Ну и наверное еще Мирекла доковыряют. Нет, оставили в покое Мирекла. Один в один подрались. Фиби разменяли на мид героя. И тем не менее в пользу команды 5Fever. Винга здесь от некров, от волков. Просто сгорает бедняга. От всех пэтов, сумонов и всех-всех-всех. 9.22. По золоту MVP выигрывают 5000. По экспириенсу MVP выигрывают 7500. Странная ситуация. Вроде бы Таура все снесли. По фрагам тоже очень хорошо себя чувствуют. Может быть в антимаге кроется вся соль данной ситуации. У антимага 15800 на руках. Пока там дрались, АМ фармил. Кфеня опять выходит на Рошану. Эмберспирита 11500. Наконец-то появляется Battle Fury. Еще и 1000 сверху. В ВРке появляется Аганим. Врыв на Миракла. Опять Миракл у нас приехал. Блэк Холл, наверное, мы не увидим в этой игре. Да и вообще, кому нужен Блэк Холл в такой игре? Бегут за Мираклом. Кфени привязали. Можно выжить. Миракл, беги. Миракл, живи. Мекку провязал. Бежит. Ну, Блэк Холл, развернись. Хорош, Блэк Холл по одному Кфени, но все равно лучше, чем ничего. Кфени очень сильно надамажили. Правда, здесь Аегис. Об этом команда 5-5 сейчас узнает. Венгара сыплась от Волков и от Некров. Готово драться ВРка. Ульту провязала, как я понимаю, на Ликана. Да, скорее всего. Сильно дамажит, но опять же здесь просто сгрызают Некра вместе с Волками. Ну, здесь парень точно приплыл. Еще одна стрела архитичная от Лучника Некров. Ну, сыпется, 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 еще раз сыпется. По фарму. Венгар 2 500. Общий нетворс 26 минута. 100 копеек в минуту. Ну, жуть. И Скайросмаг 2 300. Это вообще полнейшая печаль. Энигма хотя бы вкастовал у нас Блэк Холл. Это уже великолепно. Это уже какое-то разнообразие на карте. Чибикс имеет 1700 на руках. Ривер есть. Осталось немного до Тараски. Ну, грызут его сильно. Тут бы какой-то отхил от фарм нужен. Ну, уже готова Тараска. Да. Значит, был рецепт у нас в Курьере. Просто докупил себе Виталити Бустер. Ну, и дальше фармить. Ну, а чё, Тараска, чтобы безопаснее фармить. Полторы тысячи на руках у нас у Чибикса. Встретился лицом к лицу с Фиди. Решил отойти. Фиби, понятное дело, что сам гулять не будет. Фиби слишком сладкий для того же антимага. Это сейчас вард ткнули или мне показалось? Нет, немножко пораньше вард поставили. Я подумал, что вард ткнули просто, чтобы с волками разбираться. Ну что, забрали у нас Кюо. Скайросмаг забирает через Мистик Флэйр Кюо. Давайте на эту роскошь посмотрим. Как вообще можно его уступить? Ну, Сайлентс. Всё понятно. Миракл. Малифейс индефейс. Дальше Скайросмаг. Под ноги ульту. Кюо разобрали. Ну и заработали на нём, наверное, неплохо. 5 тысяч всего по золоту выигрывает MVP. И скоро это преимущество будет меньше, когда обновятся графики. По экспириенсу тоже 8 тысяч. MVP всего ничего выигрывает. И не стоит забывать, у команды FiveFever есть антимаг. И нет такая провальная ситуация. Есть Battle Fury, есть Сек. Кюо врывается у нас с Миракла. Миракл. ТП аут. Поднимают ветра. Не уйдёт у нас отсюда Миракл. Ладно, его заковыряли. Это понятно. Умирает у нас Энигма. Пошла дальше погоня за ВРкой. ВРку тоже развалили. Пока что 2 в 0. Beyond Godlike у нас для Ликантропа. Как его контрить? Непонятно. Есть Кераса, есть третий Некра, Медальон. Но там сгрызает всё, что только можно. Постоянно фуловый Ликан. Нет Энигмы. В принципе, не страшно. Просто у Энигмы ещё 11 секунд не будет Блэк Холла. Кюо. Высвапывает у нас... Не Кюо, точнее, Венгава свапывает у нас Кюо. Не понимаю зачем. Мистер Флэр провязали. Кюо не холодно, не жарко от него. Зайвейдил обычным движением в сторону. Ну и начинают ковырять Т3 игроки. Команды 5Fever. Где в это время Чибикс? Чибикс в это время на хайграунде команды MVP. Ну так и знал. Не мог он просто так всё оставить. Сносит Т3. Т3 сыпется. Марш в соло ничего Чибиксу не делает. Чибикс отсюда уходит. Но здесь снесли бараки и пошли на нижний лайн. Надо лететь интимагу назад. АМ прилетает у нас на нижний лайн. Готов драться. Есть ульта у Мирекла. Ну проюзай же ты её. Какой Блэккенбар вообще. Ну даггер нужен. Просто даггер ворваться. Не очень неаккуратно играет MVP. Дезвард подшёл от Фиби. Чибикс наваливает. Доминейтинг уже для Чибикса. Даблкилл в этом файте делает. 4 800 у антимага. Но здесь горят все стороны. Здесь волки жрут у нас здание. Какая-то психоделика происходит. Кьюо возвращается назад прямо под Сайленс. Надо прыгать Чибиксу. Кьюо развалили. Байбека не будет очень долго. Ещё 5 минут. И 70 секунд не будет кор-героя команды MVP. Ликану. Собственно Ликану у нас фуловый. Но он в своём лесу. Так, так, так. Фарм. 22 тысячи. Чибикс обгоняет у нас Ликантропа на 4 тысячи. 4 с половиной. Ну, это хорошо. Это хорошо для команды 5 ever. У нас интрига по-прежнему сохраняется. Никто ни на что шансы ещё не потерял. Да, MVP сильнее. Они дерутся лучше. Но неплохо так кайтят. Неплохо разводят нас по карте. 5 ever и антимаг сплит пушит. Всё это хорошо смотрится. Антимагу надо бутсов тревел. Просто must have. Ну и Владмир лишним не будет. Если стоять и ковыряться, почему нет? Чибикс забирает Тауэр на миде. Ну будут же врываться. Надо что-то делать. Чибикс не боится, видимо. Ничего. Прилетает ему Баттерфляй. Ну вот, вот о чём я говорю. Лосо, Файрфлай под ноги. Всё. Половина ХП нет уже. У Чибикса надо отсюда бежать. Но он убежит. Иллюзии постоянно... Ой, иллюзии продолжают у нас наваливать. Тут иллюзии половину Фибис сгрызли. Ух, как я топлю за антимага. Кто бы знал бы вообще. ВР-ки после даггера, после аганима 1200 на руках. 14-й левел. 16-й нужен. Энигма. Тоже 14-го левела. 1500 по ХП. Ну как же ты так быстро льёшься? Ну дефа тоже плюс 15. Ну дофигища вообще. Кио здесь. Кио готов сражаться против Энигмы. Надо что-то делать с Кио. Кио сейчас развалит Миракл. Опять будут драться без Блэкхола. Кио проседает очень сильно. Полетели каски. Хенд оф гад от Чена. Но теперь должна быть серьёзная драка. Где антимаг? Антимаг здесь. Готовы сражаться. Врывается у нас Чибикс. Пошла ульта в Кио. Кио на лоу ХП. Продолжает наваливать. Просто сумасшедший Чибикс. Отгоняет МВП. Да ничего себе. Как вообще такое может быть? МВП сдали назад. И сдали назад вполне осмысленно. Потому что могут по щам отхватить. Кфени побежал на нижний лайн. Отсюда уходит. Чибикс лютейший. Ходит гоняет всех по всем линиям. Сейчас сам пойдёт пушить. Что вообще творится? 14.27. По золоту МВП. 4 тысячи. Не показательно. 33-й минуте так точно. Антимаг у нас сам себя троллит. Стал постоять в деревьях. 4 тысячи по золоту. По экспириенсу. 4 тысячи. Это при 14.27. Сколько там вообще в антимаге скрыто потенциалов? 23-го левела у нас Чибикс. И 19-го левела у нас Кфени. Ну и дальше уже 17-го левела Кио. Остальные без третьей ульты. Так, готовится драка у нас в лесу. Миракл подходит. Будет ли Блэк Холл? Да непонятно по кому давать Блэк Холл. Миракл у нас в лассо. Уезжает отсюда Миракл. Мекку провязал. Собирай всех вокруг себя. Блэк Холл пошёл. По собакам и по некрам. По некрам и по собакам. Что за Блэк Холлы от Миракла? Полнейший ужас. Для команды 5-фэва. Чибикс отсюда уходит. Но Энигму... Энигма мне кажется руки на себя наложил. За такие Блэк Холлы. Да, у Миракла полнейший трешак по Блэк Холлам. Так много от них зависит. Так много на них надежд возлагается. Ну я возлагаю. Я уверен, что и команда возлагает. Просто поймай пятерых. Чибикс нарежет. Там есть ульта. Там есть ульта Скайрос Мага. Там ВР-ка валит уже. Нереально круто. Минимум одного выключает. Нет, не получается. Миракл подставляется и подставляется. Блэк... Произал БКБ. Улетел в кусты... Ээээ... На Лосо на Файрфлайе. Чибикс пошел нарезать у нас к фене. Теперь нам Марша переключается. У Марша уже нет маны ни на что. Кьюо высвапывают. Высвапывают сразу за бараки. Надо его стопить. Где Мистик Флэр? Нет Мистик Флэра. В фестах летает у нас Кьюо. Как долго он летает. Развалили Венгук. Где Чибикс? Летает по-прежнему в ветрах. Так... Наваливает по Кьюо. Ульта пошла по Кьюо. Кьюо рассыпался. Дальше дерется Антимак. Антимак тут сражается нереально серьезно. У Миракла. Блэк Холл. Куда вообще? А, там, да. Паникрам у нас Блэк Холл. Анстапа был для Чибикса. Бараки на топе стоят. Тауэр внизу стоит. Ух, аж музычка началась в доте. Надо громче сделать. Закончилось. Извините. Не будет музычки. 2.900 на руках у Чибикса. Все очень хорошо. Чибикс чувствует себя в этой игре на легкой лучше, чем до этого чувствовал себя на миде. Там печаль была для команды 5-Eva. Волки бегут сюда. Отведи Рошана. Сплэшуй по волкам. Делай что-то. Стоят волки. Просто стоит, смотрит. Врывается у нас марш. На Чибикса есть Монтостайл. Но надо бы просто успеть заэйвейдить. Улетает отсюда Чибикс. Да. Монтостайл, конечно, ему спасает задницу. Невероятно. Круто. Здесь иллюзию у нас марша разобрали. Даже странно немножко. Готов. Врывается Чибикс сюда. Развалили Крипов. Так, КП у нас подсел. Очень сильно продамаженный Кфене. Сыр, как я понимаю, был у Чибикса, если не ошибаюсь. По-моему, да, сыр у нас украл Чибикс. Но надо ловить. Надо ловить Кфене. Зацепили его. В ветрах летает у нас Миракл. Он без Блэк Холла. Это бесполезно. Фиби бежит отсюда. Еще один удар. Забрали Фиби. Забрали двоих героев. Нет касок. Нет демеджа от Ликана. Если байбэк. Нет, у Ликана нет байбэка. 914 до байбэка. Неужели Файф Эва перевернул с ног на голову эту катку? Мид сыпется. Кьюо приходит. У Кьюо ничего вообще серьезного. Баттлфьюри и Яша. Здесь уже 2700 хп. Здесь огромное количество демеджа. Большая скорость атаки. Просто надо ворваться в Кьюо. Кьюо рассыпется. Чен по чуть-чуть отковыривает куски антимага. Ему плевать на все это. Он просто стоит и режет. Как так происходит вообще? Действительно полнейший соляк. Это какой-то сольный альбом у нас Чибикса вышел. В данной игре. Режет бараки через иллюзии. Через все на свете. Лассо. Но пока нет Ликана, можно переживать. В это время горят бараки у команды MVP. Чибикс живой. Битый, сильно битый, но живой. 5200 у него на руках. Уже можно что-то купить. Абисал Блейд сюда и все. Ну, свалили мид. Развалили низ. Одна драка на Рошане. Она переворачивает. И потери не всех. Потери Аликана. А Эггис на Аликане сбили. Убили. Наконец-то. Как долго я тебя лечил. Миракл. Моя ты радость. 38-я минута появляется Даггер. Великолепно. Лучшая игра. Most valuable player команды FiveFever. Наверное, предложения посыпались из всех команд. После такой реализации Энигмы от Миракла. Ну что, развалили одного к Фене. И все, и драться по сути некому. Кьюо ничего сделать не может. Потому что у Кьюо по артефактам никаких вообще нет вариантов. В Battle Fury и Яша. По демаджу, ну мало. Очень мало. 200 с руки через фисты. Это вообще не ощущается. У антимага появляется Sacred Relic. Что это будет? Это будет Абисал или это будет, о боже, что я только что придумал? 2700 на руках. Врываются в Чибикса. Сейчас все в него вкастуют. Дезвард, наверное, здесь же будет. Лететь отсюда надо. Блэк Холл. И Блэк Холл под Дезвардом. Миракл. Зачем ты зашел в игру? Убили у нас антимага. Убили у нас Skyros Maga. Ликан тоже мертвый. Выкупается антимаг. Но Ликана не будет еще долго. Как я понимаю, нет байбека. Да, 860. По-прежнему к фене без байбека. Аэм. Продавай все на свете. Покупай бутсу в Тревел. Лети, сноси линию. Забрали к фене. Можно убивать. Это к фене. Ядрение. Да, Миракл, конечно, удивляет. Такой жесткач творится. Антимаг на топ. Забил на Т4. Пошел на топ. Хорошо. Кто будет дефать, непонятно. Нет Дезварда. Еще 30 секунд. Можно драться. Ветра поднимают у нас антимага. Просто время тянут. Еще одни ветра. Миракл недалеко. Брось Миднайт Пульс под ноги. Пусть живет антимаг. Так, забрали у нас в итоге ВР-ку. Забили вообще на антимага. Антимаг сносит Тауэр. Сносит Барак, точнее. Сносит один, сносит второй. Что здесь происходит? Здесь ничего не происходит. Здесь разброты, шатания. На хайграунде команды МВП будут драться. Будут дальше драться. Можно пойти будет в финальный пуш. Если опять же развалят здесь хоть кого-то. 2-300 на руках у нас у антимага. Он байбекался. Дерется. Рассыпается Фибик. И, о. Тауэр уходит отсюда практически без маны. Эликан появляется. Выкупается Маркш. Можно попытаться забрать антимага. И не будет байбека. Ну, забери, попробуй антимага. Он отсюда уходит. Он свое дело сделал. Он доволен и спокоен. Все хорошо получилось у команды Файфэва. Наконец-то, наконец-то. Ну что, теперь Бэтрайдер рисует линию, по которой придется двигаться командой МВП. Не будет Твич Доктора. 30 секунд еще. Без Дезворда придется драться. 80 секунд не будет у Энигмы Блэкхола. И это означает только одно. Это означает, что до конца этого матча мы с вами вменяемый Блэкхол не увидим. Собрались. Собрались. Готовятся МВП, как в последний раз. Это и правда в последний раз. Антимаг сейчас Бутсов Тревел покупает. А, кстати, у Кио появляется Бутсов Тревел. Ну, хоть какой-то Кристаллис имеется. Уже есть надежда, что, гляди, прокнет парочка критов. И можно будет хотя бы одного-двух саппортов выключить. Пока что Кио выглядит немного... Немного никак. У Чена Аганим, ну, по-моему, это уже давным-давно. Тут даже у Скарес Мага Владмир появляется для АЭМа. Матч проседает по ХП. Чибикс начинает нарезать. Чибиксу вообще нельзя никак умирать. Мистик Флеер у нас развалил Кфени. Все, по-моему, игра закончилась. Без Ликантропа нечего здесь делать. ГГ пишет у нас Кио. Ну, тут уже горят Тауэра от крипов. Ладно, можем посмотреть на драку. Там, собственно, итог матча решен. У нас ничья. У нас 1-1 в данном Best of 2. Команда 5-5 за счет Антимага, за счет крутой реализации Чибикса, за счет стальных шариков где-то в брюках смогли перетерпеть, дождаться нужного момента и вырвать 1-1 в данном противостоянии. Ладно, у нас следующий матч на повестке. Пока не переключайтесь. Да не то, что пока. Пока еще кучу часов не переключайтесь. Зовите друзей. Не забывайте заходить в группу ВКонтакте и нажимать фоллоу на Твиче. Это очень важно для нас. Ну и вам тоже это труда не составит. Абсолютно бесплатно, безболезненно. А сейчас скажу, что нас ожидает дальше. Дальше нас ожидает матч между Рейв и Сигнейч. Рейв на втором месте. Сигнейчи тоже там могут побороться за выход в какие-то призовые места. И после них будет 5-5 против Invasion. Та же история, что и у Рейв. Ну, Рейв и Сигнейчи это мидтраст. Бывшие, кто не в курсе. Бойня будет колоссальных масштабов. Ждем, надеемся. Через несколько минут, я думаю, уже команды готовы. Уже скоро начнут. Все, не переключайтесь. Пока музыка заставка. Не расходимся. Ждем следующей катки. Через пару минут возвращаемся в эфир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...